Начать бы хотел с такой более философской темы, Иван. Появились кадры новые из молодости Путина. Финское телевидение их выложило, когда он там, значит, гостил. Вот здесь попрошу их сейчас показать для вас, друзья, если вы пропустили. На них, значит, Путин в начале 90-х в таком ярком спортивном костюме со странной шевелюрой запивает пивом вино за столом с своей супругой Собчаком. Журналисты пишут, что кадры уникальные, потому что Путин сейчас старается максимально, так серьезно относится к своему образу, старается из частной жизни никаких кадров не показывать и все больше укреплять вот такой свой статус диктатора, престиж, назовем так. И в целом бы хотелось ваше впечатление от этих кадров услышать. Ну и вот еще попал сегодня на такой тезис, на материал, где на основе этих кадров автор размышлял на тему, а была ли вообще возможность у Путина, вот глядя мы видим, не только внешне он изменился, была ли возможность у Путина вообще стать нормальным президентом? Или, скажем так, вот такой финал и вот такую политику государственную, которую сейчас ведет Кремль, как бы это было предрешено и по-другому быть не могло? Ну, может быть, конкретно эта политика и не была на 100% предрешена, но в целом нормальным президентом Владимир Путин стать не мог никак, с учетом того, не только что мы видим на этих кадрах, но на самом деле того, чем занимался Владимир Путин в мэрии Санкт-Петербурга, где фактически он был решалой, который выстраивал отношения между спецслужбами, криминальным миром Санкт-Петербурга и не только Санкт-Петербурга, потому что давайте вспомним, что питерский морской порт был всегда воротами в Россию, через него в Россию, например, приходили практически все наркотики, именно поэтому Питер был кокаиновой столицей России всегда, и питерские клубы всегда были, скажем так, известны большей доступностью, более легкой доступностью наркотиков в стране, и, соответственно, как буквально я на днях перечитывал покойного уже, к сожалению, Дмитрия Запольского, который приехал как-то в Ригу и случайно умер, нужно так, как он описывает в своей книге «Путинбург», так вот, его воспоминания о Питере 90-х годов, как раз где действовал тот самый Путин с тех самых фотографий, в тех самых курточках, спортивных костюмах, запивающий вином пиво и так далее, именно Питер стал законодателем тех криминальных 90-х, безусловно, которые распространялись по всей стране, потому что, в отличие от всей остальной страны, которая после распада Советского Союза превратилась, что называется, на воровском сленге в черную зону, где воры получили власть и так или иначе выстраивали все-таки все по некому вот этому криминальному закону, который существовал в российских, в советских зонах, то Питер остался зоной красной, где бывшие КГБшники получили контроль над силобандитами, либо встроились в схему бандитов, и это был совместный бизнес. Соответственно, когда вот это все хлынуло после разгрома, присутствующего опять-таки на этих фотографиях Анатолия Собчака, после того, как он потерял пост мэра, эти люди успешно трудоустроились в Москве, включая Владимира Путина, постепенно из его команды, и, учитывая их опыт, конкурировать с ними практически некому было в этой системе, потому что они соединили в себе два главных начала молодой российской демократии, возьмем это, конечно, в кавычки, криминал и чекистов. Соответственно, дорвавшись до власти, эти люди, естественно, стали реализовывать примерно то, что есть у них в жизненном опыте. А это опять-таки спецслужбы советские и опыт оттуда, борьба с врагами народа, страна в кольце фронтов, мы не можем себе позволить ни на минутку остановиться, все против нас, Америка главный враг и вот это вот все. И при этом все это реализуется абсолютно бандитскими, криминальными, дичайшими методами, результаты чего мы увидели, к сожалению, на уровне в том числе тех преступлений, которые российская армия, регулярная армия, которая, казалось бы, должна была себя вести, но хотя бы не как кадыровцы и пригожинцы, именно она осуществляла на оккупированных временах территориях Украины. О Кадырове поговорим еще немного позже, кстати, подробнее. Друзья, вы ваши впечатления от этих кадров оставьте в комментариях. В целом, да, действительно, вопрос такой основополагающий, мог ли президент Путин стать нормальным президентом. Тоже оставляйте ваше мнение в комментариях. Будем двигаться дальше. Вот о Собчак вспомнили, да, о Собчаке точнее. А теперь о его дочери немного поговорим. В Кремле, похоже, продолжают искать, кого сделать, скажем так, конкурентом, спарринг-партнером Путину на предстоящих выборах, ну, выборах в кавычках, опять-таки, весной. Ищут способ сделать победу Путина более, скажем так, уверенной. И вот ряд российских медиа пишут, что военному преступнику, значит, спарринг-партнеры вполне возможно. Предложат, я был удивлен, бывшего главреда «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова или даже Ксению Собчак. Но Ксения Собчак, кстати, не очень попадает по возрастному критерию. Мы помним, как со ссылкой на чиновников Кремля ряд медиа писал о том, что конкурент Путину должен быть не младше 50 лет, чтобы Путин не казался дедом. Это цитата на фоне конкурентов. Но в целом, да, вот кого может выставить Кремль в качестве системной такой, ну, оппозиции, да, нужен кто-то, кто будет против войны, чтобы Путин победил. И тогда нужно было бы заявлять о том, что, посмотрите, поддержка войны есть, поддержка продолжения боевых действий есть. Кто мог бы быть этим человеком, да, в целом? И нужно ли вообще Кремлю создавать какого-то одного единого такого кандидата-оппонента? Ну, здесь я бы начал с того, что я бы, в принципе, не верил тем сливам, которые сами же кремлевские люди организуют, вроде истории о том, что все будут пенсионеры еще больше, чем Владимир Путин. Это, конечно, красивая история, но совершенно необязательно реализуемая. Нет у них необходимости так делать, потому что, с учетом того, как прошел единый день голосования в сентябре, а это был тестовый, по сути дела, период для президентских выборов. Именно на этих псевдовыборах тестировалось, как будут в кавычках избирать Владимира Путина, и мы увидели, что им достаточно явки от 4 до 7 процентов. Остальная явка дорисовывается за счет так называемого электронного голосования. И дальше выбрать можно практически кого угодно, нарисовав ему любые проценты. История с даже имитацией выборов, по сути дела, с этой точки зрения в России закончилась. Но поскольку действительно имитировать все-таки, тем не менее, будут, какие-то кандидаты им, безусловно, нужны. Ксения Собчак, в принципе, почему бы и нет? Нет, в 2018 году ее уже один раз в этом качестве попользовали. Но я извиняюсь с учетом того, как выглядит эта российская политика. Иначе как бы штупанным на второй раз ее в данном случае назвать нельзя. И годится ли это резиновое изделие для повторного употребления? Я, честно говоря, думаю, что кремлевская администрация вряд ли примет такое решение, потому что, в конце концов, они ее сейчас в другом качестве используют. Она у них изображает всю независимую либеральную журналистику в одном лице, как раз говоря, если о Кадырове. А вот что касается Алексея Венедиктова, он, конечно, сам это отрицает. Возможно, даже он сам этот слух и распространял. Он любит быть на слуху. И чтобы его упоминали в максимально, так сказать, комплементарном контексте. Но в целом он идеально подходит на роль такого вот антигероя для российской политической сцены. Национальность, во-первых, причем ярко выраженная. Скажем так, образованность демонстративная, сочетающаяся при этом с публичным хамством, которое он себе регулярно позволяет. Бывшее руководство главным псевдолиберальным медиа, которое долгие годы принадлежало Газпрому, в реальности в значительной мере реализовывало, кремлевскую повестку. Вписанность во все важные решения в стране, в руководящие круги, которые он сам любит подчеркивать. Все вместе это, в принципе, дает достаточно неплохой результат. Он может получить свои даже 5, может быть, 7 процентов. Больше, естественно, ни в коем случае не надо. И отлично вызвать ненависть у абсолютной большей части электората, что бы он ни говорил. На самом деле, вот это вот тот самый случай, как в известном романе «1984». Пятиминутки ненависти показывать на кадрах без звука даже. А уж если включить, как там говорится, блеющий голос главного врага, Алексея Венедиктова в данном случае, отлично сработает на пропагандистскую, скажем так, схему. Но здесь одна проблема. Владимир Путин человек, как это сказать, твердых нравов и убеждений и никогда журналистов не считал за людей, которых можно даже имитационно пускать в политику. Он к ним относится слишком свысока. А поскольку всех кандидатов, очевидно, согласует тот, кто должен будет в итоге на этих выборах победить, я и в Алексея Венедиктова. Хоть он и прекрасно подходит на эту роль, не верю. Я думаю, что там действительно будут вынимать каких-то дедов из политических партий. Максимум, самый как бы прогрессивный вариант, это вице-спикер Госдумы Дованков, которого так активно пиарили на выборах мэра Москвы, что даже некоторые российские, как бы независимые коллеги-политологи начали рассуждать, что у него все-таки лицо человеческое, он таких призывов людоедских не озвучивает. Может быть, действительно кто-то мог бы за него проголосовать? А в целом, если говорить о подготовке к выборам, к избирательному процессу в России в марте, к чему, скажем так, есть ли соображения, к чему готовиться? На каких знаменах будет заходить Путин в эту избирательную кампанию? Мы официально понимаем, что, наверное, вопрос войны против Украины будет одним из нас наполагающих, но, возможно, не главным. Какая будет тема главная, тема номер один, с какой повесткой будет идти на эти выборы Путин? Да, я думаю, что война даже будет сознательно переведена, что называется, на второй план. Будет две разных повестки, это уже четко видно, для российского правящего класса и, так сказать, для массы населения, для российского правящего класса избирательная кампания началась с убийства Евгения Пригожина. И эта кампания о том, что я такой же сильный, как был, и даже сильнее, нет, не рыпайтесь, при мне вам точно будет лучше, чем в любых других обстоятельствах. И это будет отчасти кампания по возвращению снова уехавших из России, эмигрировавших политиков, в первую очередь деятелей культуры, и вообще, в принципе, каких-то людей, будет демонстрироваться, что никакой альтернативы у вас нету, нигде, кроме России, вас не ждут. Вам придется сюда вернуться, а вы, которые еще не уехали, даже не мечтайте попытаться куда-то умотать. А вторая будет повестка, связанная условно с экономикой. Владимир Путин всегда избирается не на политических, а на экономических лозунгах, демонстрируя заботу об обществе. Это будет какое-нибудь вливание небольших денег в нищающую российскую экономику. Это будет подчеркивание того, как хорошо начали жить беднейшие слои населения в России, которые, как известно, стали основными получателями так называемых военных денег за убитых, либо зарплат тех, кто сейчас воюет как наемники в российской армии. И к этому, скорее всего, добавится история про Россию, противостоящую всему миру, страшному Западу, коллективному НАТО и так далее. Мы выстоим, мы победим, времени на раскачку нет. Вот эти вот все его уже набившие оскомину на самом деле лозунги, они снова вытащат их из Нафталина и используют на этих выборах опять.